Спектакль получился неплохим, но в травматургическом отношении все равно слабоватся, потому что возникало очень много вопросов, а это почему, а это почему, а это почему, и так далее, ну по крайней мере у меня. И вот наконец наступил момент. На дворе стоял 2007 год. Ко мне раздался звонок. Мне позвонил знаменитый во всей стране директор Омского музыкального театра Ротберг. А знаменитым был тем, что он всегда предлагает различным авторам, композиторам совершенно какие-то, можно так сказать, безумные идеи, которые даже с первого раза и не совсем так-то понятны. Позвонил он мне и сказал, а что если тебе написать «Мертвые души»? Я сказал, ну подожди, я уж не помню, а что происходит. Перечитать, как-то познакомиться с классикой. Прошло уже много времени. И когда-то в школе я читал эту вещь, конечно. Но ведь одно дело читать, так сказать, в школе, да, и там, ну можно и читать, а другое дело смотреть на эту книгу глазами, будем говорить, композитора, который потом будет писать. Потому что ведь попытка-то ведь у нас уже была одна. И вы все знаете, что существует опера радиооруженная, и она «Мертвые души» даже, может быть, многие и слышали. Вот. Я первое, что сделал, вообще у меня, так сказать, такой системный поход к работе. Я сразу же залез в интернет, начал искать, где, чего, как, и я вдруг понял, что, в общем-то, эта опера не прижилась. Было две постановки совершенно гениальные. Их сделал Покровский режиссер Большого театра, вы помните, такого человека. Он сделал премьеру в Большом театре, потом Сюрию Тимирканову сделал премьеру в Мариинке. И после этого практически она не ставилась. Вот совсем недавно в Мариинке эту же оперу поставил Василий Бакотов, постоянно такой известный режиссер. Вот. И далее я начал смотреть партитуру. Партитура была тоже очень интересная. Значит, Щедрин убрал вообще первые скрипки из оркестра, их там нет. Вместо первых скрипок он посадил бабский хор такой народный, который голосят на протяжении всего. Ну, классный хор. Великолепный. Потому что как бы вот через это вся Россия как бы голосировала. То есть такой вопль, да? Нет. Очень много решений у Щедрина. Но почему-то я вот за один присест, но никак не удавалось ее послушать, я никак не мог понять, что ж такое. Ну, устаешь. То есть какое-то время наступает какая-то усталость от музыки, от восприятия этого материала. Вот. И я стал думать, в чем же дело. Потом я начал ходить по театрам. Я посмотрел практически все постановки, все фильмы, все спектакли, которые были сделаны на эту тему. И появилась идея. В это время все время звонит Ротберг. Он говорит, парень, когда же, когда же, уже все, мертвые души уже стучат в лесок. Надо уже... Вот. И дал мне задание с режиссером театра Эмили Покровского, кстати, Ольгой Ивановой, этот замечательный режиссер, написать либрет. То есть впервые звоночек. Дым. Товарищ композитор, займитесь либретом. Интересно, да? Может, я ведь в принципе все равно как-то прислушиваюсь этим звоночком, который я так думаю. Вот это же как-то ко мне относится. Не то, что там композитор. Автор либретом. Посерьезнее, не понял. Вот. Мы вместе с ней сели и разругались в дыме. Вообще, то есть мы настолько не поняли друг друга, что... И тем не менее, она написала все равно либретто. И на это либретто, кстати, написал музыку Журбин. И Ротберг поставил спектакль с музыкой Журбина. И существуют еще одни мертвые души сейчас, помимо моих и Четлина. Это мертвые души Журбина. Так что, если у кого-то будет интересно, тоже можно посмотреть.